Добрый день дорогие зрители канала о растениях! Мы вновь в питомнике Агрофлора и сегодня посмотрите какая очень красивая агава. Максим сказал, что она страшная, но на самом деле после зимовки у агавы обязательно должно отойти несколько листьев, это совершенно нормальный процесс, поэтому можно этого не пугаться, и обрезать эти листья просто до стволика. Но посмотрите насколько она красива. Дело в том, что в нашей зоне, как вы знаете, наверное, агавы не живут, но когда на улице уже температура ночью где-то около 5 градусов, агаву можно смело выставлять из помещения на улицу и занести осенью тоже, когда температура ночная будет около 5 градусов, не ниже. Как вы видите, по весне у агавы выходит очень много деток. Очень часто возникает вопрос, как их отчеренковать, как извлечь их. Дело в том, что они выходят не из земли, они растут от центрального ствола, от белой части ствола самой агавы, и поэтому если вы хотите отчеренковать, вот если бы встал вопрос о том, что отчеренковать вот здесь, мне было нужно было вытащить агаву из горшка и аккуратно близко к стволу обрезать каждую детку. После этого только я ее могла бы укоренить. Если я сейчас начну подкапывать прямо из горшка и пытаться выдернуть, ничего хорошего из этого не получится. Надо будет обязательно вытащить ее из горшка. Зимовать в наших условиях агава на улице не будет. Может перезимовать, конечно, если это очень прикрытое место и накрывать ее нужно будет. Но говоря по правде, это огромный головняк. Поэтому лучше занести ее в прохладное место. Конечно, идеально, если у вас есть зимний сад. Если его нет, это должна быть какая-то веранда застекленная, застекленные балконы или что-нибудь такое. Но летом, весной и осенью она очень дивно будет украшать ваш участок. Если вы хотите сделать вид, как будто бы она у вас растет, вместе с горшком вы вкапываете ее на вашем газоне и осенью просто вместе с горшком достаете ее оттуда и ставите на зимовку в помещении. Всего доброго. Смотрите наш канал.